Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я вас хочу познакомить с совершенно другим образом жизни. А именно, сегодня мы знакомимся с водным миром пригородов Буэнос-Айреса, и я приглашаю вас на экскурсию на моторном катере, чтобы прокатиться по дельте, которая сформирована в районе городка Тигры, и посмотреть, как живут люди на маленьких плесовых островках, которые сформированы в дельте реки. Совершенно другой образ жизни, не похожий ни на один другой. Кстати, да, Тигры еще иногда называют Аргентинской Венецией. Но я бы здесь не согласилась, поскольку все-таки Венеция – это город, и там мы, выходя с лодочек, с гондол, идем по асфальту и так далее, то это совершенно другая форма. Ее невозможно сравнить ни с чем другим. Сегодня я вам немножко это покажу, а также приглашаю вас на мои авторские экскурсии из Буэнос-Айреса, чтобы познакомиться с водным миром Тигры. Итак, погнали! Водный мир дельты, он особенный, и вот эти красивые деревянные кораблики являются местными маршрутками. На них вы тоже можете прокатиться, но мои экскурсии проходят только на частной яхте. Итак, давайте же отправимся в путь и познакомимся с жизнью дельты. Река Парана – одна из крупнейших в мире. Ее длина составляет более двух с половиной тысяч километров. И посмотрите в самом ее устье, какое оживленное движение. На всем своем протяжении река Парана несет большой объем наносов, которые откладываются перед ее впадением в Рио-де-Ла-Плата, образуя банки, которые постоянно растут и образуются острова. Этот процесс происходит постоянно и сегодня. Таким образом, на протяжении многих тысячелетий возникла дельта реки Парана, и ее площадь составляет более 14 тысяч квадратных километров. Это пятая по протяженности на планете и третья по значимости в Южной Америке, самая населенная и наиболее затронутая деятельностью человека дельта. На островах можно встретить такие вот небольшие приватные пляжики, которые тут же сменяются изумрудной зеленью местных лугов. Смотрите, какие красивые пейзажи и как трава светится в лучах аргентинского солнца. Большая часть островов дельта принадлежит муниципалитету, который называется «Тигры». В дельте «Тигры» насчитывается более 350 рек и ручьев, но цифра эта постоянно меняется. Ни один картограф вам никогда не скажет, сколько именно здесь островов, сколько именно здесь рек и ручьев, поскольку это очень сложная водная система, возникающая в результате образования и роста островов, разделяющих течение вод. Это способствует формированию ландшафта, образует пути сообщения, формирует жизнь и обычаи ее обитателей и играет неизбежную роль в местной культуре и истории. И поэтому я вас приглашаю в мои авторские экскурсии в Дельту Тигры, чтобы вы могли все это увидеть своими глазами и проникнуться атмосферой этого нереально интересного и красивого места. Первые поселения в Дельте появились примерно три с половиной тысячи лет назад. Здесь проживали племена Керанди и Гуарани. В XVI веке в Дельту прибывают европейские завоеватели. Встретить здесь Ягуара было тогда делом обычным, но малограмотные конкистадоры идентифицировали его как Тигра, имя, которое позже даст название этому городу. Примерно в 1830 году высшее сословие Буэнос-Айреса открывает для себя все преимущества жизни в Дельте Тигры и начинают строить здесь свои особняки и летние резиденции в европейском стиле. Рост Тигры сначала был медленным примерно до 1865 года, когда в Тигры прибыл первый поезд из Ретира. С его прибытием это тихое место начинает расти быстрыми темпами. Популярности Дельты с ее обособленными островами способствовали эпидемии желтой лихорадки и холеры, которые бушевали в Буэнос-Айресе во второй половине XIX века. Напуганные эпидемией горожане селились на островах, добровольно отправляясь на самоизоляцию. А между островами развивался бизнес, циркулировали кораблики с торговцами, которые доставляли питьевую воду и еду, оставляя их на вот таких вот деревянных причалах, которые можно увидеть и сегодня. Это, правда, причал-ресторанчик, но подобные деревянные причалы, вот если посмотреть дальше, можно увидеть практически напротив каждого дома. И сегодня, когда мы катаемся между этими домами, на многих из них можно увидеть большие бутылки с питьевой водой, которые и оставляют торговцы с плавучих магазинов, которые и по сегодняшний день продолжают снабжать местных жителей, развозя на корабликах свои товары. Первую половину видео мы с вами катались вдоль так называемых народных барио, куда может попасть каждый. Но в дельте есть и закрытые приватные барио, куда посторонним вход запрещен. Именно в такое барио мы сейчас с вами и отправляемся, потому что со мной вы можете побывать везде, даже там, где нельзя. И вот мы уже подходим к такому своеобразному водному шлагбауму, пройдя через который мы с вами и попадаем в запретную зону. И здесь уже нас встречает совершенно другая архитектура, другого уровня дома, причалы. И это та закрытая жизнь высшего общества Буэнос-Айреса, куда они всех пускают. В 1873 году в дельте на реке Буэнос-Айреса Лухан была проведена первая регата, и гребля стала приобретать здесь все большее и большее значение. В дельте стали создаваться спортивные клубы, а с 1888 года вокруг спортивных клубов формируются закрытые поселения каунтри-клабы. Часто их появление связано с различными группами эмигрантов. И вот в таком виде они дошли до сегодняшнего дня. С началом 20 века муниципалитет Тигры приобретает новый экономический профиль с созданием верфи, лесозаготовок, садоводства и ремесленного производства. Что же производят местные умельцы, об этом вы узнаете в конце видео, когда мы с вами отправимся на местный рынок. Так что не отключайтесь и досмотрите это видео до самого конца. Путешествие по дельте – это и еще возможность познакомиться с местной субтропической флорой и фауной, увидеть много интересных экземпляров водной экосистемы. Большая неоднородность ландшафта делает эти водно-болотные угодья средой с высоким биоразнообразием. Процесс формирования островов дельты сочетает в себе действия вод Параны и ее рукавов, а также растительности, которая своими корнями способствует закреплению переносимых водой отложений. Прибрежный тростник, удерживая ил, глину, песок из этих отложений, позволяет на сформировавшихся таким образом банках прорастать семена моречной ольхи. И эти семена тоже приносятся сюда водой. Везде вода. Среди тростника и асоки, помимо ольхи, процветают семена ползучих трав, карагуата, цейбоса, ивы, которые также будут удерживать ил по мере своего роста. Так и образуются здесь новые острова, новый водный мир. Это новаторское сообщество со временем изменяет окружающую среду таким образом, что в ней появляются новые виды. Постепенно на маленьком зарождающемся островке появляются насекомые, лягушки, птицы, которые этих лягушек потом едят. И все это вызывает новые и постепенные изменения, привлекающие все больше и больше новых видов. Таким образом, они обеспечивают среду обитания для многих видов растений, беспозвоночных, рыб, черепах, птиц и некоторых млекопитающих. И если внимательно присматриваться к берегам, то можно увидеть очень много интересных видов фауны. К сожалению, своей камерой заснять я их не смогла. Но поверьте, они там есть, и вы их обязательно увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 многочисленными магазинчиками у меня сейчас как раз период когда я заселилась в новую квартиру и частенько сюда захаживаю чтобы найти что-то интересное и для моей квартиры а Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»